Новая четвертая по счету Skoda Octavia явилась миру в Праге, и это главная мировая премьера недели. Другие новости пока локальны, но в будущем могут прогреметь и в России. Так в Японии начались продажи компактной Toyota Race, а китайский ответ на Kia Soul называется J.L. Icon. В Корее готовится новый седан Kia K5, то есть следующая Optima, а в России сертифицированы новый Volkswagen, Hyundai и вскоре будет на пару китайских кроссоверов больше. Среднеразмерный кроссовер Havail F7 поступил в шоурумы российских дилеров этим летом. Автомобилю потребовалось несколько месяцев, чтобы завоевать любовь и доверие потребителя. Сегодня китайцы представили новую модификацию этой модели F7 с литерой X. По сути это та же самая машина, но у нее покатая крыша и другая целевая аудитория. Кузов F7X на 35 мм ниже F7. И из двух моторов более мощный двухлитровый. Других технических отличий нет. Мы думаем, что главное различие между автомобилями заключается в их дизайне, потому что F7 купе более спортивный и технологичный, что привлекает молодежь, а F7 это скорее семейная машина. При этом новый F7X стоит ровно столько же, сколько и F7. Производство нового F7X уже стартовало на заводе Хавейл в Тульской области. Стартовая цена автомобиля 1 млн 549 тысяч рублей, а дата начала продаж 11 ноября. В октябре дилеры Хавейла реализовали полторы тысячи машин. Из них 600 пришлись на кроссовер F7. Удачный старт локализованных Хавейлов поставил вопрос о возвращении в Россию материнской марки Great Wall, которая нынче специализируется на пикапах. В 2020 году мы собираемся представить несколько новых продуктов. Сейчас я не могу назвать конкретные сроки и модели, но есть намерение привести пикап. Главный кандидат, конечно же, Great Wall Wingel 7, который дебютировал в Китае прошлой осенью. На родине у него три двухлитровых турбомотора, пара дизельных и один бензиновый, шестиступенчатая механика, задний или подключаемый полный привод. На прошлой неделе в Японии начались продажи серийного компакта Daihatsu Roki. Одновременно с ним на рынок вышел его брат-близнец Toyota Race, которому прочат будущее глобальной модели. Различия между Daihatsu и Toyota сводятся к бамперам, цветам и колесным дискам. Техническая же начинка полностью идентична. Модульная платформа DNGA представляет собой адаптированную инженерами Daihatsu тойотовскую глобальную архитектуру. Двигатель пока один, трехцилиндровый с турбонаддувом. Вариатор при старте и разгоне задействует клиноременный механизм, а при достижении 60 км в час включается повышающая планетарная передача. По замыслу это снизит расход топлива. Концепт-кар для автосалона был переднеприводным, но в продажу поступают и версии с полным приводом. При этом Toyota сообщает, что платформа предполагает стойки Макферсона спереди и полузависимую балку сзади. В Японии продажи новой Toyota уже стартовали. Интересно, что Race получился даже слегка дешевле, чем Daihatsu Rocky. Но если для Toyota это самый дешевый кроссовер, то для Daihatsu, напротив, самая дорогая модель. После Японии компактный паркетник освоит рынки Южной Америки, а далее, как знать, не нужна ли компактная Toyota в России. Подогревая интерес к новой Octavia, Skoda даже перестаралась, ведь все характеристики были объявлены заранее. Напомним, что Octavia подросла, сохранив размер колесной базы. При этом лифтбэк и универсал теперь будут одинаковой длины. И если внешность Octavia раскрылась еще до премьеры в немецком онлайн-конфигураторе, то интерьер чехи держали в тайне до последнего. И он не разочаровал. Двухэтажная передняя панель выглядит легко и современно. Количество физических клавиш и выключателей минимизировано. Так, блок кнопок остался лишь под большим экраном медиасистемы. В списке опций появились голосовой помощник Laura, матричные фары, проекционный экран, трехзонный климат-контроль и передние сидения с массажем и вентиляцией. В линейке идей формата Simply Clever появился пакет Sleep Package. Он включает раскладные подголовники и одеяло, чтобы в машине можно было комфортно переночевать. Раскрытые гамма моторов для европейского рынка. Роботизированные машины получили мягкую гибридную надстройку, а полный привод традиционно предложат со старшими версиями двухлитровых моторов. Есть линейки и метановая версия, и подзаряжаемый гибрид Octavia IV сразу в двух вариантах мощности. Однако в России машина наверняка получит другой набор агрегатов. В Европе продажи Octavia стартуют в начале 2020 года, а в четвертом квартале новинка доберется и до нас после локализации на заводе в Нижнем Новгороде. В базе Росстандарта опубликованы сертификационные документы на кроссовер Volkswagen Tiguan Allspace. От обычного Тигуана эта версия отличается растянутой колесной базой и, соответственно, большей длиной. В увеличенном заднем свесе может быть третий ряд сидений, но семиместным Allspace'у быть не обязательно. Судя по документам из базы Росстандарта, у покупателей будет возможность заказать и пятиместный вариант. Сертифицированы две модификации с двухлитровыми бензиновыми моторами, семиступенчатыми роботами DSG и полным приводом. Ввозить машины будут из Мексики, а продажи начнут в конце нынешнего или начале следующего года. Новое поколение седана Hyundai Sonata готовится выйти на российский рынок. Опубликованный Росстандартом сертификат одобрения типа означает, что компания может начинать продажи. Как следует из документа, вместо двигателей из нового семейства Smart Stream, нашим Sonata достанутся старые атмосферники. Не светит нам и новый восьмиступенчатый автомат. Вместо него сохранится прежний шестидиапазонный. В отставку отправлена и механическая коробка передач. На дизайнерском семинаре в китайском Нанкине марка Джей Ли презентовала кроссовер Icon, основанный на совместной с Вольво платформе BMA. Пресерийный Icon сохранил выдвижные ручки. В эффектном интерьере производитель насчитал 31 емкость для хранения мелких вещей. Это разнообразные ящички, ниши и карманы. На передней панели размещены два 10-дюймовых дисплея. На один экран выводятся показания приборов, а тачскрин служит экраном медиасистемы. Пока заявлен только один полуторалитровый турбомотор, работающий в паре с семиступенчатым преселективным роботом. Задняя подвеска полузависимая, а потому и привод может быть только передним. В Китае продажи начнутся до конца года, а завезут ли Icon в Россию, пока неизвестно. Lada выпускает на рынок Vestus вариатором. Клинно-ременная трансмиссия Jatka состыкована с двигателем Renault 1.6. Этот агрегат уже ставится на Lada X-Ray Cross и тепло принят покупателями. Специально для Vesta пришлось пойти на доработки. Так внедрены новые системы выпуска, колесные приводы и опоры силового агрегата. С вариатором можно заказать любую Vestu или Vestu Cross, независимо от типа кузова. От робота АМТ собственного производства Lada теперь откажется, но ВАЗовский мотор 1.6 никуда не денется, хотя предлагать его будут только с механикой. Kia опубликовала первые фотографии среднеразмерного седана K5, который за пределами Кореи продается под именем Optima. В третьем поколении модель укрупнилась. Строго говоря, такой четырехдверный кузов с ультракоротким багажником называется Fastback. И это тот редкий случай, когда снимки реальной машины оказались очень близки к ранее показанным эскизам. Никаких подробностей Kia не раскрыла, нет даже изображений интерьера, поэтому остается лишь рассматривать те самые эскизы. Впрочем, премьера K5 состоится в ближайшие недели, а продажи в Корее начнутся уже в декабре. В Optima новинка преобразится позже, примерно в середине следующего года. На конференции для российских дилеров китайская марка Чаньань, так правильно она называется, объявила о сертификации рестайлинговых версий двух моделей CS55 и CS75. Первая новинка это CS55. 55-й это будет в своем сегменте без центра, я уверен в этом, поскольку торпевленные двигатели, оценкованный кузов, классический автомат, айсин. CS55 в Китае дебютировал еще пять лет назад и не единожды модернизировался. К нам кроссовер приедет в актуальной версии 2018 года, хотя на родине вот-вот начнутся продажи еще более нового варианта. Для России приготовлен передний привод, турбомотор 1.5 и шестиступенчатый автомат. Продажи начнутся в конце нынешнего или в начале следующего года. Более крупный 75-й у нас пока продают в самой первой генерации, образца 2013 года. Рестайлинг затронул решетку радиатора, с которой исчезла крупная надпись Чаньань, бамперы, багажную дверь и всю светотехнику. Главная обновка в интерьере – это экран цифровых приборов и новый тачскрин мультимедии.